На время универсиады на улице Красноярска запретят выезжать к грузовикам. Машины с массой более пяти тонн смогут передвигаться по городу только ночью. Запрет начнет действовать 23 февраля. В мэрии пояснили, ограничения вводят для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время студенческих игр. О других новостях в двух словах расскажем далее. В Красноярск вернулось черное небо. Все выходные, по данным независимых экологов, в городе было чисто. Сегодня же с самого утра красноярцы жалуются на запах гари. Подтверждают наличие примесей в воздухе и специалисты проекта «Красноярск. Небо». Их датчики фиксируют превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ во всех районах города. Опаснее всего сейчас на железнодорожников, керенского и мужества. В Приисковом продолжают искать пропавших 9 дней назад туристов. Спасатели уже осмотрели более 300 квадратных километров тайги. К спецоперации привлекли полицейских, волонтеров и даже экстрасенсов. Поиски осложняются погодными условиями. Из-за снега и ветра в МЧС долго не могли использовать вертолет и квадрокоптер. Пропавшими числятся 4 человека. Аэропорту Красноярска выбрали имя. По результатам голосования на сайте «Великие имена России» с разницей в 600 голосов победил Дмитрий Хворостовский. Второе место занял Василий Суриков. Итоги не окончательные. Должны подсчитать еще и бумажные анкеты, которые люди заполняли на улицах и в самом аэропорту. Финальный вариант нового названия объявят завтра вечером.